Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая видео обзор, сегодня познакомлю вас с одним томатом, который нужно высаживать только в теплицу. Но это я имею ввиду опять вот в нашем сибирском регионе, на Урале, на Дальнем Востоке. Конечно в южных регионах все томаты они могут выращивать в открытом грунте, но мы не можем. Вот этот вот розовый гигант, это представитель именно для теплицы. Тут даже на пачке написано, среднеспелый сорт салатного назначения для защищенного грунта. Что именно или теплица, или пленочное укрытие, что в открытом грунте он не отдаст весь урожай, не успеет. Нужно ему укрытие. Растение сильно рослое, индетерминатное, высотой 1,5-1,8 метров. Ну короче около 2 метров оно заявлено, это значит в теплице оно может вырасти еще больше. Требует посынкование подвязки, плоды плоскоокруглые, розовые массы 200-350 грамм и более, плотные, мясистые, сахаристые, вкусовые качества отличные, ценность сорта, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, крупноплодность, высокие вкусовые качества рекомендуется для употребления в свежем виде. Если написано, что рекомендуется для употребления в свежем виде, значит для засолки он не идет, он скорее всего не будет держать форму, ну как, будет там мягкий. Но для салатов это идеальный сорт. Конечно, он и сладкий, он и сахаристый, но вот именно для салата, салатного назначения. Но выращивать, еще раз повторю, если у вас нет теплицы, на такой сорт, ну не нужно останавливать свой выбор на таком сорте. Вот я у меня, они поспели в достаточном количестве, ну как, доспели до такой зрелости, что можно семена собирать. Я вот сейчас вам покажу. На пачке нарисованы они только кругленькие, но у меня как, вот видите, на пачке вот такой нарисован круглый. Но у меня есть и круглые, и вот такие немного продолговатые, вот как классический крупноплодный томат, у меня они разного сорта. Чтобы увидеть, насколько он розовый, достаточно поднести один красненький томатик. Видите, цвет очень различается, красный это вот, а не именно насыщенного розового цвета. На вкус безупречный, сладкий, сахаристый, все. Но единственное, вот как его недостаток, что он не универсальный, что не только не в открытом и в защищенном грунте, а именно только в теплицах. Больше говорить о нем ничего не буду, потому что это обыкновенный индетерминатный сорт. Все уже сказано, требует и подвязки, и посынкования. Многие спрашивают про урожайность, почему не говорю. Урожайность зависит от региона, от погодных условиях. То, что вот здесь заявляет, заявлено иногда производителями, оно никогда не сходится. Обычно пишут 7-8 килограмм с метра квадратного, там сколько, 12 килограмм с метра квадратного. Да, в южных регионах он может дать 12, например, килограммов. У нас в сибирском регионе может дать 7 килограммов с метра квадратного. А когда погода, ну как лето плохое, погодные условия плохие, нет солнца, идут дожди. Ну, сами знаете, похолодание рано. Он может дать и меньше, поэтому я урожайность не, иногда не называю. Поэтому, вы всегда, если вам какой-то сорт понравится, вот, например, понравился вам розовый гигант, чтобы узнать о нем более полную информацию, вы можете всегда зайти на сайт производителя и прочитать там полностью большую, огромную статью там, и как выращивать, в каких сроках сеять, как все-все-все делать. Просто я вас вот знакомлю. У меня вот есть такой сорт, розовый гигант, для теплицы. Кто подбирает сорта тепличные, я вот рассказывала уже про розовое сердце, вот розовый гигант, все индетерминантные сорта, они все идеально подходят для теплиц. Они все очень сладкие, они очень вкусные. Но в открытом грунте, кто живет в холодных регионах, эти семена я не покупать не рекомендую, не высаживать эти томаты я не рекомендую. Я просто вам вот даю как краткий видеообзор, чтобы вы понимали, какие можно садить на улице, какие нельзя, какие именно для теплицы. Если можно там и там, я сразу говорю, что его можно посадить хоть в теплицу, хоть на улице, он везде даст урожай. Вот этот розовый гигант полностью отдаст твой урожай только в теплице. Все. Вот это краткий видеообзор про сорт розовый гигант. Протепличный, индетерминантный, который требует большого ухода, тщательного посынкования, подвязки, который вырастет больше двух метров, но и даст вам крупные, сочные, сладкие плоды и красивые. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Как всегда в конце видеоролика я приглашала всех к себе друзья, но, к сожалению, друзей больше мне одноклассники не разрешают принимать, больше пяти тысяч, оказывается, нельзя. Так что теперь приглашения в друзья я не буду говорить, просто заходите на страницу, там можете все мои видеоматериалы, статьи, каталог семян посмотреть. До свидания. Желаю всем хороших урожаев. С вами была Ольга Чернова.